Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигуретки. Сегодня с вами снова я, тигурет Надя. Сегодня буду показывать свой заказ с сайта MyShop. Заказываю там второй раз, первый раз я делала где-то в 2015 году заказ. И в принципе мне всё понравилось. Там довольно низкие цены на представленные товары. У нас они стоят дороже. И в этот раз у них была распродажа. Очень много скидок на разные канцелярские принадлежности. И я вот выбрала некоторые предметы, которые сегодня покажу. Положили вот такой вот календарик они. Очень интересный. Будто бы это дисплей планшета. И прям вот из-за этих стрелочек хочется вот так пролистнуть экран. Будто бы там сейчас будет другая картинка. Так что вот такой вот календарик. Здесь, да, кажется, написано или нет? Нет, не написано какой год, но... А, нет, написано 2017 год. Думала, что это просто такой календарик. Заказала очень недорогие вот такие вот открытки. Вышли они с большой скидкой. Если честно, я уже не помню, сколько это стоило всё. Ну, где-то около 4-7 рублей. Каждая валентинка была. Для писем заказывала. И они без белого оборота. Они дизайнерские. У нас такие стоят от 10 рублей. И они белые с этой стороны. А здесь прям вот очень так красиво сделано. Даже некоторые с пожеланиями идут. И у них везде разный разворот. Очень приятно такие посылать в письмах. И вот с чихуашкой самое красивое. Тут вот такие вот листы для записи. Чёрные. Очень давно искала, очень хотела, чтобы здесь писать серебряной или белой ручкой. Здесь у нас 100 штук от фирмы Centrum. Ну, фирма Centrum, по-моему, делает абсолютно все вот эти вот блоки для записи. Какие не увидишь, какие не посмотришь всегда от этой фирмы. В принципе, вот такие вот листы. На них можно рисовать и мелом, я думаю. Это обычная бумага. Она не мелованная. Просто такая тонированная. Очень качественная. Прямо видно, что она плотная. И любая ручка на ней будет прекрасно писать. Далее был вот такой вот набор скотчей. Вышли они менее 100 рублей. Вот такие вот бумажные скотчи. Здесь где-то 5 метров намотки. Малиновый с сердечками. Они очень качественные. Видно, что они сделаны по типу икеевских скотчей. У тех такое же покрытие. Потом идёт чёрный горошек. Мне кажется, это универсальный скотч. Можно абсолютно всё упаковать им. И также использовать в оформлениях. И вот такой вот красный тоже с сердечками. Мне кажется, на тему дня с того Валентина идеально подойдёт для оформления. Далее идут вот такие вот бутылёчки с гелем с блёстками. Ну, то есть, это клей с блёстками получается. Вот. И там не было золотого. Я хотела именно золотой, потому что самый ходовой оттенок. Взяла жёлтый, потому что он более-менее похож на золото. Вот. И фиолетовый, потому что самый ходовой тоже оттенок у меня. Он очень красивый. И будет очень классно оформлять им конверты почтовые фиолетовые. И чёрные тоже. И поэтому золотой, такой жёлтоватый тоже туда подойдёт. Я считаю, что такими бутылёчками намного удобнее пользоваться, чем тюбиками. Которые стандартные идут, такие длинные. И здесь выжимать удобнее, потому что здесь длинная вот эта вот пипеточка. И здесь блёстки намного крупнее, и он более жидкий. То есть, им легче будет рисовать какие-то аппликации делать и так далее. И здесь объём больше. Теперь идут вот такие два набора таких, даже не знаю, как сказать, не вырубок, но стикеров, скорее всего. Они очень сильно отсвечивают. Постараюсь вот так вот показать. Первый набор, скорее всего, на тему любви. Он называется Леденец. У меня есть такой набор на тему нежности. Там более такие голубые оттенки. А здесь мятные и розовые. И очень-очень красивое оформление здесь. Разные надписи есть. И вот такие вот, не ленты, но бортики. Очень красиво им оформляются в верхней части страниц. Второй набор называется «Природа». Но я, скорее бы, назвала его «Винтаж». Потому что здесь действительно винтажные оттенки. И да, здесь есть надпись «Природа», «Счастье», «Гармония», «Радость», «Интерес». Но, скорее всего, им можно оформлять разные развороты на тему путешествий, например, или воспоминания те же. Очень люблю такие вот, как бы сказать, дизайны. Да. И очень красиво так смотрится. Очень деликатно. Мне кажется, даже фотоальбомы разные можно ими оформлять. И очень это красиво будет. Также здесь вот такая вот бумага двухсторонняя цветная. Стоила она всего лишь 10 рублей. Здесь 16 листов и 16 цветов. Она тонкая, но можно из неё также делать конверты. И здесь самые разные оттенки. От светло-коричневого до тёмно-коричневого. Голубой, зелёный, фиолетовый, розовый. Всякие разные, какие хотите. Теперь можно перейти к самым интересным. Здесь 5 наборов разных открыток на разные тематики. В основном это русские праздники, русские сказки. А также картины Эрмитажа. Вот такой вот красивый набор открыток. Одних из самых знаменитых картины Эрмитажа. Шедевры живописи. Совершенно без блоковки шло. Просто вот такая вот коробочка. Немножко помятая даже. И здесь у нас, кажется, не написано сколько открыток. Ну, кажется, должно быть 30. Вот такие вот открытки. Очень красивые, очень качественные. С задним оборотом. Можно отправлять прям сразу на почте. Просто марку приклеить, написать адрес. Существует еще второй набор таких открыток. Я его не успела купить. Его не было на складе. Поэтому я планирую взять еще один. И если они выпустят еще какие-то, то обязательно тоже их приобрету. Сами четыре набора идут от издательства Речь. Они всегда выпускают очень красивые открытки. И вот этот я очень сильно давно хотела. И сравнила, где и сколько он стоит. Но не смогла я ждать, когда сделаю заказ на лабиринте. Там они стоят намного меньше. Но я не жалею. Просто не жалею. Потому что они потрясающие. Здесь показаны все изображения, которые есть в этом наборе. Второй набор тоже про русские сказки. Но уже другой. И здесь также показаны все сказки, которые идут внутри. Так, последние два набора у нас представлены из серии русские бурятники. Вот выпуск второй. И вот выпуск первый. Вот. Такие вот они очень красивые. Опять же, глянцевые. Вообще, как я уже сказала, у издательства Речь самые красивые открытки. Так что вот это был заказ у меня в этот раз. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы что-то себе тоже выбрали интересного. Мне больше всего нравятся вот эти вот открытки все и стикеры для оформления. Вот. Я постараюсь все ссылки найти, оставить под видео. Надеюсь, вы что-то себе тоже посмотрите. Всех любил селу. Обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова